Всем доброе утро. Это очень вымученный влог, который я снимала не с первой попытки, потому что все у меня шло не так, мне было нужно. Скажу так, я думала, видео с косметикой снимать очень сложно. Нет, это очень легко. Ставишь камеру и записываешь, а вот снимать влоги... Поэтому если вдруг вы все-таки увидите этот выпуск, знайте, он обошелся мне в миллион моих нервных клеток. Кстати, я снимаю на свою новую камеру Sony ZV-1 Mark II. Очень крутая камера, я сделаю на нее обзор, будет ей посвящено отдельное видео, потому что когда я выбирала, я смотрела миллион обзоров, сравнивала Canon, разные модели Sony и выбрала именно эту. И ни капельки не пожалела, просто обожаю ее, честное слово. Первое, что я сделаю. Сейчас я начну собираться, потом мы поедем в магазин. Опять смотрю, вы кошка, блин. У нас тут, видите, какая красота стоит, елочка. Но в этом году она намного пышнее, чем в предыдущем, и поэтому наших игрушек оказалось мало. И сегодня мы едем за дополнительными игрушками. Вчера у меня вообще произошла ситуация, это просто умора какая-то, я не знаю, вчера вообще какое-то издевательство было надо мной весь день. Все шло не так, как я хотела. К нам должна была приехать моя бабушка уже сегодня в 6.40 утра. Мы живем в Петербурге, бабушка в Смоленске. Ехать 13 часов на поезде. Мы ей там купили купе, все хорошо. В итоге я ей позвонила, и она говорит, Залина, я забыла паспорт. То есть она приехала на вокзал и забыла паспорт. Я такая, как можно было забыть паспорт? Ну, в общем, ладно, я спихиваю это все на возраст. Поэтому тут же Сережа купила ей билет, и она приедет завтра утром. Итак, моя любимая ванная комната. Тут я записываю свои разные бьюти-штуки, снимаю косметику и так далее. Пришли мои мальчики. Открыто! Ты погулял, ты погулял! Итак, нас отвлекли. Это умывалка от бренда Мэд. Это космоцевтика. Стоит она каждого своего рубля, который я на нее потратила. Здесь салициловый оксид 2%. Скажу так, у меня проблемная кожа в свое время была очень сильно. И свое акне я вылечила как раз-таки благодаря вот этим всем средствам. Именно поэтому в моем уходе есть космоцевтика, потому что там работающие классные составы. Эту умывалку я часто наношу как маску на 7-10 минут. Ледом мы начинаем чистить зубы. Спасибо моему стоматологу, который подарила мне классную зубную щетку Кура Прокс. Вообще самая лучшая реально щетка. И вот такая паста, она у нас уже заканчивается, нужно будет докупить. Я всегда очистила зубы, но никогда не парилась, какая щетка. Но после того, как я отдала 50 тысяч за один зуб в одной клинике, я решила, что нужно пересмотреть свое очищение. Вот. И сейчас у меня появился мой стоматолог, очень классный. Вот я и Сереге купила такую же зубную щетку Кура Прокс. А потом в клинике мне мой стоматолог подарил мою зубную щетку. Сказала, какую пасту купить. И все такое. И говори, что я просто представляю. Ладно, бабульчика, все, люблю тебя, до завтра. Ну, давай. Давай, целуй. Давай, пока. Все, я уже умылась, наносим патчи. Заметьте, пожалуйста, как Соня очень хорошо фокусируется. Я раскряпала себе все лицо. Руки бы мне оторвать за такие поступки. У меня весь период, когда вот включили отопление и так далее, у меня просто ужасно сушила кожа. Я даже когда пошла к своему косметологу, она не смогла мне сделать тот пилинг, который мы хотели, потому что у меня была очень обезвоженная кожа. Какими кремами я только не пользовалась, каким богам я только не молилась. Вот этот крем меня прям очень спас. Я долго ему противилась. Он есть почти у каждого визажиста. И мне он так понравился. Такая легкая консистенция гелевая. Но при этом он очень классно увлажняет. Правда. Я вроде так не растеряш. Я в аэропорту умудрялся заснуть и опаздывался, но без меня улетал. И много чего. У меня никогда не было таких казусов. У меня вот космет. Все тебя знают. Все тебя знают. И тебя никто никуда просто не отпускает. Серега купил хлеб, булочки. Мне на рекламу пришли вот такие классные кружки. Блогерам быть очень хорошо, между прочим. Космос, иди витаминку кушать. Как раз таки. На. Это для хорошего состояния кожи, волос. Посмотрите на нашу елку. Видите, она лысоватая. Как и сама ты лысоватая. Елка отличная. И многие спрашивали про мой костюм в инстаграм. Вот этот коричневый. Ты меня спрашивал. У меня вообще-то 50 тысяч подписчиков. Конечно, там спрашивали. Мы уже позавтракали. Сережа, как обычно, начинает бубнеть. В смысле бубнеть? Ну вот ты меня просто объяснила. Ты начала пылесосить. Начала вот это как? Ты забыла, ты бросила. Не, просто ты сними это, пожалуйста. Как можно вот так? Как тут не сказать и не ворчать? Покажи, пожалуйста. Ты просто развернила. Вот ты просто бросила пылесос посреди прихожей. Это как? Что угу? Не заметно, да? Тебе объяснить, что? Как я бросила и что тебе объяснить? В смысле зануда? Ну как это можно просто так вот бросить? Объясни мне. Смотри, я тебе сейчас покажу. Берешь пылесос. Вот так. И оп! И все. Давайте с вами быстренько подкрасимся. Сейчас покажу вам свой макияж, который я делаю вот каждый день. Обычно я вообще особо не крашусь, поэтому это такая база. Макияж без макияжа я его называю. Обычно я просто выравниваю кожу, брови, выделяю губы. Все. В целом я делаю макияж, просто никогда не крашу глаза. Давайте так. Первый продукт, который я буду использовать, это тональный флюид от Clorance. Увлажняющий тональный крем. Здесь есть SPF. Я подмешиваю в него BB крем Миша. Как видите, я его очень люблю. Он всегда есть в моей косметичке. Буквально я делаю капельку. Смешиваю, и тогда получается консистенция более такая пластилиновая. Вот так все наношу. Берем кисточку от Manly Pro в 123 номере. Она у меня вообще универсальная. Это база. Получается такое, знаете, легкое покрытие. У меня многие в Инстаграм спрашивают, у Дзелина, блин, такая кожа, как ты это делаешь? Что она с таким сиянием здоровым. Во-первых, самое первое, что я делаю, это я увлажняю кожу, хорошо подготавливаю ее. Это уже залог успеха на самом деле. И после я использую текстуры, как мне матовые. Я не люблю матовые финиши, вот эти маски и так далее. Мне нравится, когда тон кожи, как будто я ничего не наносила. Вот так мне нравится. Кстати, перед тем, как начать свой макияж, я всегда увлажняю свои губы. У меня вот такая маска. Постоянно на ночь наношу. Я увлажняю губы просто 24 на 7. Ненавижу вот эту стянутость, что на коже, что на губах. Следующее, что мы делаем, это брови. С бровями у меня разговор, как вы помните, короткий. Я их не крашу, не щипаю почти. Вообще ничего с ними не делаю. Гель от Pussy. Один из моих любимчиков. Точнее, нет, он мой любимчик. Еще я очень хочу попробовать гель от Адель Вейгель, девушки Миши Литвина. Она там выпустила свою косметику, и у нее, типа, очень классный гель. Ну и в целом отзывы хорошие на косметику. Но так как она продает сейчас только боксы, я не хочу брать весь бокс, потому что мне не нужен ни тонер, у меня это свои все продукты. Но гель я бы у нее попробовала. Все, брови мы уложили. Дальше мы переходим к кремовой коррекции. Я не люблю вот эти полосы, вот эту суперкоррекцию и так далее. Я делаю максимально легкую тень. Очень хочу себе скульптор от Kiko, но все никак не дает до магазина. В Золотом Яблоке их, как обычно, нет. Поэтому у меня вот такой... О, он уже заканчивается! От Shoe в 351 оттенке. Классно очень тушуется, вы не переборщите. И если бы новичок, то будет прикольно. Вот этот от Shik, он более такой пигментированный, более сложно с ним работать на самом деле. Выделяю вот эту зону и еще люблю вот так выделять. Еще так же делаю в глаза, типа кошачий взгляд. И тушу вот так все наверх. Получается достаточно просто. Легкая тень. Вот если бы мне сказали, что ты возьмешь с собой на необитаемый остров, я бы сказала, что я возьму румяна. Жидкие. Я не люблю сухие румяна, они у меня есть. У меня их очень много. Я потом сделаю вам подборку. Но сегодня я буду использовать вот такие румяна от бренда Red. Этот бренд создал Золотое Яблоко. У него очень классный оттенок. И для новичков они очень подойдут, потому что финиш такой полупрозрачный. Ими тоже невозможно переборщить. Я обожаю румяна. Сразу ты такая отдохнувшая. Я прям везде наношу их. Дальше сухие продукты. Сережа! А? Так громко не слушай. Не понял. Ничего, ничего. Возраст, сами понимаете. Плохо слышат уже. Дальше у нас сухие продукты. У меня вот такой бронзер от Physician Formula. Мой любимый. У меня есть разный. От Catrice, от Chic, пыли. Вот этот. Мой любимый. Правда. Наношу его еще на шею. Блин, он пахнет просто офигенно. И берем кисточку поменьше. Берем мою любимую палетку от Dior. Вот эти румяны я люблю, потому что они такие сияшками. Очень классные. Все. Между прочим, это тоже дефицит на рынке в России. Я нашла ее в Москве, в Питере, потому что нет. В Revgosh она была последняя, девочки. Сейчас она, конечно, у нас стоит почти, как моя почка. Переходим к моему самому любимому. Это оформление губ. У меня просто куча разных карандашей. Сегодня мы сделаем макияж карандашом романово мейкап. Очень мне нравится. У меня оттенок First Date. Да, он стоит полторы тысячи. Но он тоже стоит каждого своего рубля. С другой стороны, мне кажется, полторы тысячи за карандаш. Сколько тут продукта? Один грамм? Короче, ну это вот дорого, реально. На самом деле есть аналоги, но мне этот нравится, потому что то, как он наносится. Он очень такой мягкий, как будто пластилиновый, не жесткий. Все, я делаю быстренько контур. Контур готов. И мне очень нравится заполнять вот этой помадой от MAC оттенок Captive A36. Что-то такое. В серединку. И пальчиком тушую это все. Сейчас пойду надену костюм. И мы все же будем выдвигаться за покупками по магазинам. Такой топ. Кардиган. Он, кстати, очень теплый. Тут в составе шерсть. Поэтому в нем я точно не замерзла. Еще очень классно, что у меня к этой камере подходит вообще все. Мои штативы для телефона, мои вот эти рукоятки для видеосвета. Короче, она очень универсальная. У меня сюда реально все подходит. Дорогой YouTube. Мне не описать словами всю эту боль и унижение. Блин, тут свет вообще хороший. Ты видишь, он вас производит. Я не знаю, что с телефоном с твоим. Чем тебе не нравится мой костюм? Всем понравился, тебе не понравился. Очень красивый. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам мой коричневый костюм. Сережа говорит, что ему не нравится тут сильно открытый. Закрой эту фигню. Это полу-лифчик, полу-это кофта какая-то, блядь. Вот так. Дорогой дневник. Мне не передать боль и унижение. Я живу с абьюзером и домашним тираном. С домашним ветераном. С плетёжем. С ним тоже. Мы приехали. Большой торговый центр Лето. Мне пока неудобно ходить с камерой. Я как Амиран. Дневник Хача. Кстати, я люблю Амирана. Застянись, пожалуйста. Ходишь в лесу. Пойдём, пирожулик. Мы смотрим крестик, потому что Серёжа хочет, чтобы я покрестилась. И думаю, что я уже, наверное, пришла к этому. Поэтому смотрим мне крестик. Это жёлтое золотое с бриллиантами. Дорогие подписчники. Погромче чуть-чуть. Дорогие подписчники. Мы идём покупать Нидзягу Круджицу. Я даже не могу это выговорить. Серёжа, Нидзяга Круджицу стоит не миллион рублей. Если миллион рублей, то выбирай другой подарок. Тратить деньги можно только на меня. Хочу сказать одно. Надеюсь, наш ребёнок не будет фанатом Лего. Потому что это очень дорого. Повторюсь, а деньги в нашей семье должны тратиться на кого? На меня, конечно. Нифига, блин. Комплет Лего. 75 тысяч. Офигеть. Единственная игрушка, которую мы купили здесь, это вот такой ангелок. Итог такой. Поехали мы за ёлочными игрушками, за продуктами. А купили мне подарок на Новый год. На Рождество. На Рождество, на Рождество, да. Но ещё нужно докупить кое-что. Я вообще не смотрю, как я снимаю, что я снимаю. Вообще в экран стараюсь в этот не смотреть. Стараюсь приучить себя смотреть в объектив. Я вообще пусть снимаю, нет? Сейчас мы выбираем порошок. Итак, ребята, внимание. Мы пользуемся ополаскивателем и порошком турецкими. Сейчас мы вам покажем. Вот они, ополаскиватель. Сейчас здесь только пера стоит, но они все классные. От них запах потом просто прекрасный. Ещё есть АБЦ, но его сейчас здесь почему-то нет. Ну, не только лицо моё снимай, пожалуйста. Подальше отойдите. Ну что, всем доброе утро. Мы уже проснулись. Я привела себя в порядок. Вот эти ранние подъёмы, это вообще не моя история. Я вообще разбитая, убитая. Сейчас мы поедем уже встречать бабушку. Я очень рада. Но чувствую, потом я точно лягу спать на часик. Напишите, как вам качество видео, кстати. И звук. И вот вообще дайте мне обратную связь после этого влога. Всем счастья. Бабушка, ты будешь в моём влоге на ютуб? Если боишься, не переживайте. Своим влогом. Влогом, бабушка. Бабуля вместо вещей взяла у нас куча продуктов. То, ради чего я её ждала. Её икру или бабушка? Моя дорогая бабулечка. Бабуля, это же всё? Нет, ещё одна. Почему одна нужна? А, я одну. Ты чё? Сними её, сними. Куда ты будешь фотографировать? Бабуля. Так тебя никто не поймёт. Ты одну мальку смеешь? Не снимай. Конечно. Я ж тебе про это и говорю. Вот так ждёшь её, ждёшь. В итоге такое разочарование. Ты не стала солёная. А я даже не обращаю на её внимание. Ты ну мальчик. Варю бабушке кофе. Бабушке не прозевала. С новой кружки тебе, бабушка, сейчас где-то и старой пойдёт. Вина, одну ложку. Я помню бабулечку. Держи, смотри, какая посуда. Кассивенькая. Кассивенькая, это керамика, бабуля. Поэта? Помешала? Да, помешала. Молодец. Часа со мной мне скандала. Я говорю, ты дай мне хотя бы 2 часа поспать перед дорогой. Он жалуется моей бабушке на его счастливую жизнь со мной. Я не понимаю, как вообще он может жаловаться. Я не вижу сейчас. Понимаешь, меня эмоции так переполняют, чувства. Она мимо зеркала пройти, чтобы искать, какая я хорошенькая. У нас так не бывает. Она, каждый раз, проходя мимо зеркала, говорит, я такая хорошенькая. Правда? В общем, сегодня у нас такой получился домашний день. Мы ещё с бабушкой сходили на почту, забрали заказы. Сейчас поедем ещё в магазин. Докупим завтра, к завтрашнему дню, чтобы начать всё готовить. Завтра ещё немножко сниму атмосферу нашу готовки. И всё. И на этом влог будет окончен. Всем до завтра. Ну что, сегодня 31 число. Всем доброе утро. Время у нас 9 часов утра. Мне уже написали все, кто только можно. Серёжу рано утром я отправила в магазин, потому что вчера были просто какие-то нереальные очереди. Мы попытались сделать доставку, заказать, но только на сегодня, на 5 часов вечера. А готовить мы будем уже, конечно же, по русским традициям, с самого обеда. Ну, либо с утра. Вообще все начинают, наверное, с утра готовить, но мы начнём с обеда, потому что я ленивая. Сейчас идём гулять с собакой. Собака! Мы нарядили ещё нашу ёлку, добавили красных украшений. Серёженька, а зачем ты торт купил? Доставка продуктов на дом выполнена. Сейчас варю бабушке её кофе. Ты что, бабуль? Наши дальневосточные завтраки. Ага. Сейчас я позавтракаю быстренько, и мы с бабушкой сделаем всякие бьюти. Бабушка там пляшет, танцует, поёт. Будем немножко наводить порядки. Приверём себя в порядок, нанесём разные масочки там и так далее. И уже будем готовить. Голова назад запрыки. Хорошо сразу? Ха-ха-ха. Патит уже есть бабушка. Они мне не помогают твои патчи. Так, я не помню показывал или нет. Я его муха или я, если ты пробовала, ты меня цветил. Ну на самом деле да, но у меня просто отёчность снимает. Ну то у меня не снимается, потому что у меня... такая гелевая консистенция очень он классный мы уже с Серегой его израсходуем у меня это зимой была жестко обезвоженная кожа и он прям очень круто увлажняет да от этого мне это мне поможет только операция пахнем тебе посадься это сисюли сделаешь я зеркала мыть буду которые я помыла и я не могу да может хватит тебе я в общем мою зеркала они у меня все равно остаются в разводах бабуль помнишь что меня так в детстве встречала в проходе такая паршивка где ты была почему так долго также руки ну паршивка я говорила ну паршивка какие у нас салаты оливье мимоза и кальмары для Сереги лосось на гриле картошку запечем еды будет много еще Серега торт купил мы уже наготовили кое-какие салаты сейчас я вам покажу здесь у нас мимоза вот это оливье сейчас Серега будет делать рыбу на гриле и бабушка там уже чистить кальмары поэтому мы всем желаем нового года я не знаю когда выйдет в блог может быть даже сегодня вечером если не будет желаем вам нового года счастливого нового года до новых встреч привет ты хочешь пожелать на новый год людям всего хорошего а еще а чё еще желать можно нет а ты что желаешь здоровья еще чтобы вы увеличились у нас наша семья росла 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 и наша и наша с подписчиками и подписывайтесь на наш инстаграм и на наш этот youtube этот флог надеюсь выйдет скоро все всем пока